Несколько отрывков из Писания. В Исайе 32, стих 15, это говорит, «Доколи не излиется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Дух Святой зальется свыше, и это станет мотиватором событий. Пустыня станет плодоносным полем, и там, где было пусто, начнется жизнь, будут расти растения. Мы – пустыня, вы – пустыня. Поверьте мне, вы – пустыня. И Бог хочет излить Свой Дух на вас, и вы станете плодоносным полем. И затем сказано, что плодоносное поле становится лесом. И даже если у вас что-то внутри росло, что-то увеличивалось, то оно увеличится еще во множество раз. И я позже немного также об этом буду говорить. О том, каким образом Дух Святой увеличивает что-то. В Иаиле 12, 12, это говорит, «Ева 12, 12». «Ева 12, 12». «В старцах мудрости в долголетних разум». «В старцах мудрость и долгота дней дает понимание». Другой перевод. Как вы видите, у меня тут несколько седых волос. «Даже против моей собственной воли я чувствую, что я становлюсь старше». «И поэтому я утешаюсь словами Писания, что с долгота дней приходит мудрость». «Не знаю, не уверен, так ли это в моем случае». «Надеюсь, что так». «И с долгота дней приходит понимание». Поэтому никогда не думайте, что вы уже достаточному научились. Все вы понимаете. Чем дальше вы идете, тем больше вы понимаете. Интересно, как в Писании мудрость и понимание зачастую идут параллельно. В Притче 4, 7, Притча 4, 7, «Мудрость – это принцип. Поэтому получайте мудрость. И в том, что вы получаете, получайте понимание». Главное – мудрость. «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». Или понимание. Поэтому нам нужна мудрость, и нам нужен разум. И это нам нужна и на этой неделе. Что Бог даст нам мудрость, и с этой мудростью мы приобретем и разум. Притча 2, 2. Так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к пониманию или размышлению. Когда мы слушаем, то мы приобретаем мудрость. А в нашем сердце мы приобретаем понимание. И когда у нас останется время, я объясню это более шире. И все должны стать, как Мария, Матерь Ишуа. Как сказано в Писании, она сохраняла все это в своем сердце и продолжала размышлять об этом. Поэтому сохраняйте это в своем сердце, и Бог в свое время будет это использовать. Приклони ухо к мудрости и сердце к пониманию. Итак, мы переходим дальше к нашему введению. Я подготовил некоторые презентации для вас. И Татьяна перевела это все, сделать тяжелую работу. Поэтому поаплодируйте ей. Я чувствовал себя очень грязно. Ты уверен, что ты сказал, что аплодируйте, я думаю. Он сказал это, чтобы аплодируйте меня? Да, я сказал. Я ценю ту трудную работу или задачу, которую другие люди делают для меня. Я бы не смог полностью функционировать без людей, как Татьяна. И я чувствую, что это большая привилегия быть здесь вместе с вами. Я очень благодарен за приглашение. И я надеюсь, что это время будет очень плодоносным для вашей жизни. И это зависит от трех вещей. Это мое слушание Бога. Его Дух Святой, который работает во мне и через меня. И Его Дух Святой, который работает во мне и через вас. Хорошо, давайте идем. Надеемся, что завтра будет проектор, чтобы он видит. И так вы будете видеть все. Попытаемся пока таким образом это сделать. Я не знаю, что у вас со зрением хорошо видите. Божий план для своего народа – это подготовить, снарядить свой народ к служению. К тому служению, к которому он призвал их. Да, я в проблеме здесь, потому что мои глаза сломаются немного. Поэтому два момента. Первое – Бог вас снарядит. Снарядит к тому, к чему он вас призвал. Это очень важное утверждение. Бог не будет вас снарядит к тому, к чему он вас не призывал. Это очень интересное утверждение. Это очень интересно. Это трудный момент такой. Но очень многие пастора и христиане страдают в наше время от того, что можно назвать как перегорание. И я попал в проблему, потому что я сказал им, что они в неправильном месте делают неправильные вещи в неправильное время. Поскольку я верю, если вы в правильном месте, в правильное время, и делаете правильные вещи, то тогда Бог даст вам силу для выполнения этого задания. Он снарядит вас к этому. Это означает, что Он даст все необходимое. Это не означает, что всегда это будет легко. Нам нужны битвы. Поскольку это помогает нам достичь настойчивости, а затем силы. И это нам нужно. Я не обещаю легкого способа. Но я говорю, что Бог даст все необходимое для того, чтобы вы исполнили то задание, которому Он вас призвал. Цель того, когда Бог дал Дух Святой, какова цель в соответствии с Деянием 1, 8? Быть свидетелями, проповедовать. Быть свидетелями и проповедовать. Но до этого одно слово сказано. Примите силу. Сила. Сила. Сила вы будете нуждаться в вашей христианской жизни. И в христианском служении. Без силы Духа Святого. Вы достигнете ровно ноль. Я ничего не могу делать, только Христос во мне. Мне нужна эта сила. Итак, Божий план — это подготовить нас. И поэтому Он дал нам Дух Святой. Благодаря дарам человек может указать на реальность Бога. Миру, указать на реальность Бога, миру. И также служить друг другу для того, чтобы созидать тело Христа. Присутствие Духа Святого дает нам духовную жизнь. И дает нам силу жить и служить в силе Божьей. Присутствие Духа Святого дает нам духовную жизнь. Существует человеческая жизнь, поскольку вы дышите. Если бы вы не дышали, вы бы были мертвы. Но вы нуждаетесь в духовной жизни. Потому что, otherwise, вы также мертвы. Или же вы будете мертвы так же. Вы мертвы духовно. И вы не будете полноценно жить в духовном мире. И даже если вы попытаетесь, то это убьет вас. Это сильное, смелое заявление, но я верю в это. Если вы пытаетесь делать что-то в духовном мире, без того, чтобы быть живым духовно, то это убьет вас. С помощью человеческой жизни невозможно функционировать в духовном мире. И, возможно, когда Павел говорил коринфянам, не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. И Бог не хочет, чтобы мы были в неведении о духовном. И этот акцент нужен и в наше время. Это не только для коринфянам, которые Павел писал. Он писал и нам. Бог не хочет, чтобы мы были невежественными в отношении духовного мира. И я буду делать, с одной стороны, покажется смелыми заявлениями. Но они предназначены для того, чтобы разбудить нас. Нужно быть внимательными в том, чтобы не заснуть. Многие неправильно поняли дары Святого Духа. И очень часто, почти каждый день, мне приходится встречать людей, которые неправильно поняли дары Святого Духа. Или же они настолько не поняли их, что пошли в неправильном направлении. Многие верят в то, что дары духовные – это Божье помазание на их язык. Это не так, это неправильно. Да, у вас есть таланты. Да? Да, у вас есть таланты. Нет, нет, таланты. А, таланты. Да. Божьи Дух – это не помазание на наши таланты. Я лично не думаю, что у меня много талантов, множество талантов. Я не хорош в музыке, я не хорош в искусстве, я не очень хорош в искусстве. И то же, как бы, что обычно называют талантами, искусство в чем-то, умение в чем-то. Другие говорят, что у них есть талант зарабатывания денег, у меня нет и этого таланта. Может быть, некоторые вещи у меня получаются хорошо, но только то засчитывается, когда Дух Святой действует внутри меня. И я потом упомяну, конечно, то, что происходит с вашими талантами, когда Дух Святой действует в вас. Это Божий план в том, чтобы мы понимали и использовали духовные дары в поместной общине. И то, что я хочу сказать, что дары предназначены для созидания тела Христа. Дары предназначены для созидания тела Христа. Помните это. Следующая, природа даров. Я не знаю, что это значит, но... Это значит, что Бог является основным даром? Да, природа даров. Да, природа даров. Да, природа даров. Это просто, чтобы я узнаю, где мы находимся на этой вещах, потому что, конечно, я не могу читать. Есть природа для даров. В дарах существует определенная природа, качество. Хорошо. Первое, что Бог является основным даром. Первое, это Бог-источник даров. Если я вернусь немного, может быть, вы можете... Видите немного лучше. То, что нам необходимо помнить, что Бог является источником даров. Это не то, что мы делаем. Не из-за того, что мы такие хорошие. Не из-за того, что мы такие послушные Богу. Это все очень хорошо, но все же это не является источником. И дары должны функционировать в соответствии с Его желанием. Ага. Это интересно. Вы не можете манипулировать дарами ради своих личных целей. Если вы попытаетесь это сделать, то у вас будут проблемы. Но по мере дальнейшего изучения мы будем возвращаться к этим пунктам. Духовные дары, которые отличаются по природе и по качествам. Духовные дары отличаются по своей природе, своим целям и функционированию или проявлению. Каждый дар проявляет Дух Святой в верующем. Это называется дары и проявления, но я к этому возвращусь потом. Как дары проявляются? И как мы должны использовать их? Окей. Когда мы используем дары, то Иисус превозносится как Господь. Качество или отличие дара в том, что Он превознесет Иисуса как Господа, а не Личность. Это важно. Важно заметить. Важно это знать. Важно проверять себя. Что это происходит. Окей? Я повторю. Настоящий дар превознесет Господа Иисуса, а не Личность, не Человека. Он не для того, чтобы превознести вас, не для того, чтобы вы заняли особое место. Не для того, чтобы принести вам почтение и славу. Но Он для того, чтобы превознести Иишуа. Это цель. Это ясно? Мы должны очень четко это объяснять и извеснять. Поскольку в этом существует особая опасность. Окей? Есть огромная университет в Господь, в операции подарков в церкви. Это сейчас. Это должно быть здесь. Давайте посмотрим, что это должно сказать. Единство даров. Единство даров. Окей. Это должно быть здесь. Что-то так? Да. Окей. Есть огромная университет в Господь. Господь? Господь. Вы знаете, что я имею в виду? Это означает «Под, Сон, и Господь». Я вижу. Да? Существует единство целей всех даров. То есть для каждого даров есть определенные цели. Все они в нашем Боге. В Отце, Сыне, Духе Святом. Да. У нас есть несколько способов express this in English. Вы можете сказать «Тринития» или вы можете сказать «Год Хедд». Я объясню. Да. Единство целей даров для даров в церкви. Когда мы изучаем дары, то мы будем видеть, каким образом они вместе взаимодействуют. Поэтому мы нуждаемся в том, чтобы они функционировали в единстве. Именно в таком единстве, в такой полноте происходит самый большой эффект. Когда это проявляется внутри нашей общины или церкви верующих. Это важно помнить эти вещи. Когда вы думаете о дарах, потому что это так легко уйти от этих. И прийти к неправильному пониманию или непониманию того, каким образом функционируют дары. Дары предназначены для тела Христа. Дары для тела. Я буду в основном повторяться снова и снова. Как бы пытаясь вбить это вам, забить, прибить, чтобы вы это поняли. Мы являемся телом верующих. За последнее время было слишком много индивидуализма внутри церкви. Люди строят свои собственные царства. И таким образом разрушают царство Бога. Внутри моего сердца такой огонь есть, и такое бремя. Об этом единстве. Чтобы мы были способны работать вместе как тело. Как команда. Как что-то, которое сделает влияние. Произойдет влияние. Время – мой враг. Единственный мой враг. И еще хочу сказать одно. Три года назад мы переехали в Финляндию с женой. И одно из ключевых вещей, о чем мы молимся, это объединение церквей в том городке, в котором мы живем. Это практический пример. Молиться настойчиво. О том, чтобы Бог работал. Я живу в городке, достаточно большом. Немножко, я не помню, как большой он. Как много тысяч. В котором живет три тысячи человек. Это не так много. Но мы расположены на большой территории. И в том городке две церкви. Пятидесятческая и лютеранская церкви. Традиционно, эти две церкви боролись друг с другом. Немилостиво относились друг к другу. И мы молились об единстве. Во-первых, о единстве в Пятидесятнической церкви. Потому что, когда мы приехали, то мы в церкви нашли много внутренней борьбы. Этот брат не может терпеть этого брата, он уже рядом с ним в церкви не будет стоять. А эта сестра обозлилась на ту сестру, потому что та что-то сказала. Это знакомо вам? Надеюсь, нет. Поэтому мы молились, и постепенно мы видим, как ситуация меняется. Начало меняться, это не происходило внезапно. Но мы также молились о единстве между церквями, этими двумя церквями. Много времени не понадобится, чтобы рассказать о всех событиях. Но хочу поделиться тем, что буквально недавно Бог сделал. Лютеранская церковь находится в старой церкви, сделанной из дерева. Очень красивое здание это. Также в той церкви есть еще два здания. Одно здание, то, как мы называем, социальный центр, социальный холл. А второе здание там, где находится офис церкви. Оба этих здания have now developed mold. Again? Mold inside? I know. So, in finement, when you get damp in a building, things begin to grow on the wall. Здание начали сыреть. Появился мох. Это сырость, и такая пор, как бы, зеленая вот эта вот. You know? Поросы такая. Зеленая такая. It looks horrible. Это выглядит ужасно. This is happening in both of those two other buildings. И это происходит как в первом, так и во втором здании. Now, in Finland the law is very strict. In Finland the law is very strong. И в Финляндии закон очень суров. If they find this in a building, the building has to be closed, and it has to be cleansed, and it has to... Если находят такое дело в здании, то это здание закрывают, и его надо на ремонт закрывать, и чистить, и убирать. Нельзя использовать в дальнейшем это здание. И если на самом деле здание плохое, то его надо вообще разрушить, и заново строить. В Лютеранской церкви возникла проблема. They cannot meet in those... They cannot work in their offices, and they cannot meet in that church building. поскольку в офисах они не могут работать, и встречаться теперь в том здании холли не могут. Now, in that church hall building, they have a day school for small children. Church building the old one? Yeah. И в том старом здании проводят они воскресную школу для детей. So, they have a problem. Where are they going to have their day school for children? Because they can no longer use that one. So, the pastor of the Lutheran Church звонит в нашу церковь и спрашивает, можем ли мы использовать ваше здание? И мы говорим, конечно, вы можете использовать. Без проблем. И в результате этого есть сейчас встречи между пастором Пentecostal Church, который не я, и Лютеранской Church. Теперь пастор Лютеранской церкви и пастор этой церкви Песнянической встречаются вместе. И они общаются друг с другом. Делятся вместе, общаются. Бог движется таким образом, как мы не понимаем. Понятно, что я хочу донести вам. Бог за единство. И он будет делать все возможное, чтобы было это единство. Дары для тела Христа. И Павел объясняет функционирование даров в 1 Коринфянам 12 главе. Как сказано, дары для тела, а не для личности, а не для человека. Следующее. Дух Святой распределяет дары, как он желает. Окей. И с другой стороны этой монеты Павел говорит, ревнуйте о дарах. Поэтому существует наша часть, наша часть работы в том, что мы ревнуем о дарах. О тех дарах, которые Бог дает нам. И вторая часть в том, что Дух Святой решает, каким образом Он распределит дары. Не от нас зависит, какой дар мы или другие должны принять. Мы, во-первых, должны отдать себя Ему. И затем Он поместит тот дар, который Бог хочет дать нам. Для того, чтобы Бог прославился. Потом дары невозможно как-то заработать. Независимо от того, насколько Вы хороши. Независимо от того, сколько Вы молитесь, кричите, поститесь. Вы не сможете заработать дары этими делами. Я, конечно же, не имею в виду, что Вам этого не надо делать, молиться и так далее. Но мотивация. Почему Вы делаете это? Делаете ли это из-за любви к Богу? Тогда Бог почтит вас. Но если Вы делаете это для того, чтобы заработать их, невозможно дары заработать, невозможно как-то получить по связям каким-то или по преимуществам. и они не являются признаком духовной зрелости.